Во-первых, я хочу сказать, что повышение цен на газ уже дало свои результаты. То есть за прошлый год, если сравнивать без отоперённой части Донбасса и Крыма, то за прошлый год потребление газа населением упало на 17%, официальные данные нафтогаза сегодня были опубликованы, и на 20% упало потребление ТКЭ, газа, который поставлялся для населения. То есть, чем выше цен, чем... Это единственное, что вообще, в принципе, привело к падению потребления газа, именно рост на него тарифов. И промышленность не состоялась. Но население, я подчёркиваю, тоже снизило потребление. За прошлый год за 150% выросла продажа ТКЭ. Вы сравнили, когда у нас был Крым, Донецк и Луганск? Нет. Так, конечно. Вот вы не правы. Именно в области без Крыма и без оккупированной части Донецка упало потребление на 17%. Олег, а можно к вам вопрос? Знаете, знаете, о чём-то говорит? О том, что не будут экономить до тех пор, пока не будет высокая цена. Теперь, они рассказывают здесь про Укргаздобычу, рассказывают про всё остальное. Вот есть один зам главы Нафтогаза, который постоянно там критикует главу Укрнафта, рассказывает, сам хотел туда устроиться. Так же точно и вы. Почему вы их не продадите? Почему вы не продадите компании? Потому что вы хотите прийти и тоже деребанить. Нет, потому что знаменитый учёный американец сказал, лучше всего брать больного, когда он лежит на операционном столе. А вы ждёте сейчас, правильно, сайбары совместе, выставить все наши предприятия, которые за копейки отдать, потому что денег нет. Зачем вам выточная компания? Дорогой мой, посмотрите, нам всё равно не будет.